Приходим к следующему докладу с Денькевичем Максимом Вячеславовичем с докладом основы хирургического лечения меланомы кожи, биопсии и сторожевых узлов. Пожалуйста, у меня просьба придержаться регламенту. Доброе утро, уважаемые коллеги. Но достаточно трудно что-то новое, интересное сказать по поводу хирургического лечения первичной опухоли. Единственное, на чем хотелось бы остановиться, это на том, что последние годы, уже последнее время предлагается соразмерять объем хирургического вмешательства с толщиной опухоли по Брюслову. Что в общем-то, в практическом смысле подразумевает то, что до начала радикального лечения необходимо каким-то образом эту толщину определить и предполагает, допускает возможность эксцезионной биопсии. То есть, на сегодняшний день доказано, что при соблюдении определенных правил эксцезионная биопсия опухоли не влияет на прогноз заболевания при последующем радикальном адекватном лечении. Правила просты. Ход разреза при биопсии не должен пересекать возможные пути лимфоотока от опухоли. Не надо делать сверх таких вот каких-то, попытаться сделать изначально радикальную операцию. Разрез выполняется только на толщину кожи без захвата подкожно-жировой клетчатки, уже без повреждения собственной фасции. И отступ от видимого края опухоли, ну что называется, пределы здоровых тканей, то есть порядка двух миллиметров, поскольку отступы в полсантиметра, сантиметра, они, в общем-то, неадекватные, если процесс доброкачественный, неадекватно большие, и, собственно, неадекватно малые, если процесс злокачественный, если меланом подтвердилось. Ну и биопсию все-таки необходимо делать уже в условиях специализированного онкологического учреждения. Во-первых, после осмотра специалиста, потому что, возможно, можно обойтись и без эксцезионной биопсии. И важно соблюсти сроки. В общем-то, нет данных, что если радикальное лечение проводится в срок не позже трех недель с момента биопсии, то это каким-то образом влияет на прогноз заболевания. Ну и как альтернатива эксцезионной биопсии может служить ультразвуковая диагностика. Современные аппараты УЗИ-диагностики, эксперт-классы, в общем-то, позволяют, имеют разрешающую способность в пределах миллиметра, то есть позволяют определить толщину опухоли с шагом миллиметр, то есть больше миллиметра, тоньше миллиметров, от 1 до 2 миллиметров, 2, 3, 3, 4 и более 4 миллиметров. Но иногда важно и более точно знать, какова же все-таки толщина опухоли, для чего, я чуть позже расскажу. Значит, значительно интереснее в хирургическом в том числе плане это вмешательства диагностические и лечебные на региональных лимфатических узлах. Ну, хочется обратить внимание, уважаемые публики, что, в общем-то, в последней редакции ТНН-классификации вот как раз-таки категория Н претерпела изменения. В частности, исчезли такие понятия, как изолированные опухолевые клетки, опухолевые эмболы, и даже отдельно лежащие клетки или скопление клеток диаметром менее 1,1 миллиметра, это все-таки расценивается как микрометастаз, как факт лимфогенной диссеминации и как пораженный лимфатический узел, то есть Н+. Ну и, соответственно, от этого нужно строить планы дальнейшего лечения, а как определить эти скопления диаметром менее 1,1 миллиметра, вот тут, собственно, вопрос. Ну и, пожалуй, единственным методом, который позволяет выявлять изменения в лимфатическом узле вот такого уровня, когда это действительно отдельно лежащие клетки, это биопсия, сентинельная биопсия или биопсия сторожевого, как вариант перевода сигнального лимфатического узла. В 1992 году Мортон дал определение, значит, сигнальный лимфатический узел, это узел, который находится первый на пути оттока лимфы от опухоли. Он, соответственно, первый будет поражен метастазами меланомы при лимфогенной диссеминации. Надо сказать, что вообще диагностика микрометастазов в региональных лимфатических узлах методом сентинельной биопсии – это некий процесс, который включает в себя несколько этапов. И первым этапом, конечно, нужно понять, кому необходимо сделать эту сентинельную биопсию. Физикального обследования недостаточно. К сожалению, при пальпации вероятность ошибки в зависимости от локализации, от группы лимфатических узлов, подмышечной, паховой, в зависимости от комплекции человека, локализации опухоли, упорности специалиста, который обследует лимфатические узлы, вероятность ошибки может достигать 60%. Поэтому обязательно физикальное обследование должно быть дополнено у УЗИ лимфатических узлов. Ну и вот, да, надо сказать, что в городском онкологическом диспансере в 2005-2006 годах проводилось как раз-таки изучение возможности сентинельной биопсии при меланоме кожи, поэтому в каких-то местах я буду опираться на собственный опыт. Вот, собственно, мы в своей работе выделили три возможных варианта ультрасунограмм лимфатических узлов. То есть первое – это совершенно неизмененный лимфатический узел, даже где-то инвалютивный. ни малейших признаков метастатического поражения нет. Это вот эта вот картинка. А где тут лазерная указка? А можно, да, вот вернуться? Хочется обратить внимание в этой ситуации на размеры лимфатических узлов. На трех вот этих картинках – это самый крупный лимфатический узел. Да, он имеет размер, ну, в длину практически 3 сантиметра. Второй вариант – это наличие косвенных признаков поражения метастазами лимфатического узла. Это какие-то либо локальные утолщения коры, либо какие-то гипоэхогенные включения в мозговом веществе лимфатического узла. Ну и третье, когда уже есть абсолютные практические признаки поражения лимфатического узла метастазом, субтотальное замещение, ну и хочется обратить внимание на размер. Вот в данном примере это самый маленький лимфатический узел. Ну, физикально-то вообще не… Клинически, то есть не было признаков поражения лимфатических узлов, а только при УЗИ мы обнаружили вот уже такую картину. Ну и, соответственно, в последующем первым двум была выполнена сентинельная биопсия, третьем – просто эксцезионная биопсия. И, в общем-то, при полном отсутствии ультразвуковых признаков поражения метастазами лимфатических узлов, микрометастазы обнаружились в четверти процентов случаев. Когда есть косвенные признаки, ну, 50 на 50. Ну и понятно, когда даже на УЗИ виден метастаз, то и гистологически он тоже был обнаружен в 100% случаев. Посчитали, в общем-то, получили данные, которые не противоречат литературным данным. То есть самая большая проблема – это чувствительность метода, то есть увидеть минимальные изменения. Все-таки аппарат УЗИ – это не микроскоп, и микроскопические изменения он зафиксировать, по большому счету, не в состоянии. Специфичность достаточно высокая, то есть если все-таки эти изменения увидели, их как-то можно уверенно трактовать. Ну и такая точность метода доля правильных прогнозов – 72,3% – то, что, в общем-то, соответствует литературным данным. Следующий этап – чрезкожная лимфосцентография. Тут коротко, чтобы понимать, как это все происходит. Паратуморально в 4 точки – 12,3,6,9 – делается инъекция радиофармпрепарата. Это коллоид, мечный технец М99. Дальше на схеме мы видим, что происходит. То есть препарат начинает распространяться лимфогенно и накапливается в первом на пути оттока лимфы опухоли, то есть сигнальном лимфатическом узле. Эта схема хороша еще тем, что сигнальный лимфатический узел – это первый на пути оттока лимфы, но он не ближайший. Зачастую мы видим такую картину, что ближайший – вот он, к опухоли, но он при этом не сигнальный. До него там дело подойдет в последнюю очередь. А сигнальный – это тот, который первый на пути оттока лимфы от опухоли. Не надо путать. Ну, дальше со временем происходит дальнейшее распространение препарата по группе лимфатических узлов, но все же сигнальный он останется, будет максимальная интенсивность излучения, то есть он будет, что называется, самым горячим. Вот лимфосинтиграммы, паховые подмышечные лимфатические узлы, и тут как раз мы видим, то есть вот самый горячий сигнальный лимфатический узел, тут пациентки меланомов в пяточной области. Ну, собственно, вот ближайший – вот он, а сигнальный – вот он, да, то есть не надо путать. То же самое подмышечные области наблюдается, то есть вот самый горячий сигнальный лимфатический узел, есть лимфатический узел, который тоже накапливает радиофармпрепарат, он находится ближе к опухоли, но при этом сигнальным не является. После того, как мы… да, то есть для чего вообще нужно делать через кожную лимфосинтиграфию? Ну, самое главное – это определить все возможные группы лимфатических узлов, которые в данном конкретном случае, при данной локализации опухоли, могут быть поражены. Ну, вот клинический пример. Пациентка, ну, меланома по срединной линии, в общем-то, ожидаемо двунаправленный отток лимфы, хотя такая же локализация опухоли практически у молодой пациентки, но здесь уже мы видим, увидели накопление радиофармпрепарата и в надключичных, и даже несколько, ну, контрлатеральных, ну, просто в надключичных лимфатических узлах. Надо сказать, что в дальнейшем у этой пациентки в акселярных областях обнаружились микрометастазы в сигнальных лимфатических узлах, она получила соответствующее лечение, лимфоденоктомию, и жива до сих пор. Вот. Ну, для чего нужно делать через кожную, да, лимфосинтиграфию? Первое и главное – выявить все группы, возможно, заинтересованных региональных лимфатических узлов. Ну, и еще две причины. То есть определить местонахождение сигнального лимфатического узла относительно всей группы области, всей группы лимфатических узлов, и обозначить место проекции на коже. Это потом облегчает, скажем так, расположение пациента на операционном столе так, чтобы можно было сделать без лишних усилий эту биопсию. Лишний раз не переворачивая, чтобы это было просто удобнее. Непосредственно вот биопсия сторожевого или сигнального лимфатического узла – это вот операционный этап, когда во время операции из небольшого разреза с помощью интраоперационных гамма-датчиков выделяется. Он позволяет сузить вот воспринимаемое излучение от лимфатического узла и в конечном итоге аккуратненько его локализовать, выйти и вот получить вот такой вот препарат сигнального лимфатического, сторожевого лимфатического узла. И дальше очень важный этап – выявление микрометастазов или невыявление в этом сторожевом лимфатическом узле, то есть гистоморфологическое исследование. Напомню, что по сегодняшней классификации даже отдельно лежащие клетки либо же скопление диаметром менее 1,1 мм – это все-таки уже микрометастаз, и надо его постараться найти. И везде идет речь об именно окраске иммуногистохимическом исследовании. То есть просто гистологического исследования недостаточно для выявления минимальных изменений в сторожевом лимфатическом узле. Клинический пример – то есть срез сторожевого лимфатического узла окраска гемотоксилина азин, никаких признаков метастатического поражения мы здесь не наблюдаем. Тоже самый узел, соседний срез, окраска иммуногистохимического исследования окрашена HMB45 и S100, и мы видим как раз такие вот две отдельно лежащие клетки меланомы, то, что на сегодняшний день рекомендовано оценивать как N+, и, соответственно, выполнять лимфоденоктомию данной области. То есть классическое гистологическое исследование – очень хороший метод, но для именно выявления микрометастазов меланомы минимальных изменений он недостаточен. То есть вот мы посчитали наши данные и получили следующие цифры, что, опять же, самая большая проблема в чувствительности, то есть обнаружить какие-то отдельно лежащие клетки, которые, в общем-то, ничем от других не отличаются. Но если все-таки обнаружили, то специфичность достаточно высока, ну и в конечном итоге точность 7,6,6 для сравнения УЗИ 72,3 по нашим же данным. То есть если мы не выполняем иммуногистохимического исследования при исследовании старшевого лимфатического узла, мы можем ничего не выполнять, мы можем ограничиться просто УЗИ. Результаты на выходе будут одни и те же. Поэтому вот очень важен этап как раз-таки клиника гистологического исследования, то есть удаленного уже материала. Ну, критерии отбора. Процедура малотравматичная. Процедура при необходимости может быть проведена даже под местной анестезией, в общем-то, практически в условиях амбулаторных или дневного хирургического стационара. Поэтому, ну, в общем-то, критерии есть. В частности, первое, на что рекомендуют обращать внимание, это толщина опухоли по брюсу. То есть, во-первых, это все локальные формы, безусловно, меланомы кожи. При толщине опухоли кожи даже от 1 до 2 мм мы видим, что у 12-20% пациентов можно обнаружить уже микрометастазы в старшевом лимфатическом узле. То есть, это, по сути, не тонкая меланома, а уже третья А будет стадия, или третья Б, то есть, достаточно запущенная, которая требует дополнительного лечения. Ну, с увеличением толщины опухоли, конечно, вероятность диссиминации возрастает. Но вот при толщине менее 0,75 мм частота выявления микрометастаза в старшевом лимфатическом узле уничтожно мала, менее 1%. Поэтому, может быть, с целью экономии можно вот эту группу, этой группе пациентов с такими вот совсем тонкими меланомами данную процедуру не предлагать. Очень такой, как вот по нашему тоже опыту, важный критерий отбора – это общее состояние пациента. То есть, пациент в силу общего своего состояния должен быть готов к тому, что в дальнейшем, возможно, он перенесет лимфоденектомию. То есть, если мы видим перед собой сильно пожилого человека с огромным букетом сопутствующей патологии, и понятно, что лимфоденектопольза от лимфоденект... Точнее, возможный вред, возможный риск операции гораздо будет выше, чем возможная польза от этой операции. Наверное, все-таки не стоит нам ему выполнять биопсию сигнального лимфатического узла, потому что дальше эта информация будет никак не применима. Ну и, естественно, надо обследовать пациента перед тем, как начинать его оперировать, и использовать современные методы диагностики. Если есть возможность выявить метастазы в лимфатические узлы без биопсии, значит, нужно их выявить без биопсии. То есть, это, ну, в частности, рутинно УЗИ периферических лимфатических узлов при необходимости тонкоигольная аспирационная биопсия под контролем УЗИ. В общем-то, локализация микрометастаза в сигнальном строжевом лимфатическом узле тоже имеет значение, то есть, и имеет свое определенное прогностическое значение. Предложено несколько схем классификации, систем классификации, в частности, вот по локализации микрометастаза. Ну, скажем так, чем ближе микрометастаз находится к капсуле лимфатического узла, тем прогноз лучше. Ну, вот эта вот картинка, мне так кажется, кажется, что все-таки это уже не микрометастаз, а макро, то есть, микрометастаз – это максимальный размер, когда еще микрометастаз является микрометастазом, это диаметр 2 мм. Все, что больше 2 мм – это уже макроизменение, и вот, наверное, вот это все-таки микрометастазом называть неправильно. С-классификация, когда тоже вот определяют глубину инвазии опухолевых клеток в сторожевом лимфатическом узле, то есть, она определяется как расстояние между внутренней поверхностью капсулы и скоплением опухолевых клеток, то есть, чем это расстояние больше, тем прогноз хуже. Диаметр микрометастаза менее 1,1 мм, в таком случае прогноз, в общем-то, практически сравним с прогнозом, если этого микрометастаза нет вообще, но, тем не менее, вот видите, у 9% случаев все-таки случается прогрессирование от 1,1 до 1 мм, ну, то есть, чем больше диаметр микрометастаза, тем прогноз хуже. Ну, и вот последняя такая резюмирующая, ганноверская байльная система, здесь предложено использовать, собственно, вот все те критерии, которые я перечислил, один из них основной, это максимальный размер либо менее 1,1 мм, либо более 1,1 мм, и дополнительные критерии, это вот как раз-таки глубина инвазии, то есть, расстояние от внутренней поверхности капсулы до микрометастаза менее 2 мм или более 2 мм, то есть, если более, то этот критерий, значит, присутствует, и вовлечение капсулы в процесс тоже, если она есть, то критерий этот добавляется, ну, и, соответственно, в зависимости от комбинации меняется прогноз, то есть, при крупном, относительно крупном микрометастазе и при наличии обоих дополнительных критериев прогноз неблагоприятный. Ну, часто приходится спрашивать, а вот зачем, что это дает, какое терапевтическое значение биопсии стражевого или сигнального лимфатического узла? Вопрос на самом деле некорректный, потому что это процедура диагностическая и по определению не может иметь никакого лечебного эффекта, она нам может дать какую-то информацию, которой мы уже можем распорядиться, и от этого будет, ну, зависеть терапевтическое значение наше с вами, но никак не вот этой вот диагностической процедуры. Хотя, вот, как я расскажу далее, в группах, где, в группах пациентов, где эта методика применялась, мы обнаружили увеличение общей выживаемости вот на эти цифры 5-10, процентов, ну, 11 процентов, извините, опечатка, ну, сейчас расскажу, да, общей выживаемости, да, то есть, но это, оба этих синтенции, они некорректны. Какой вопрос, собственно, такой ответ, потому что не может диагностическая процедура иметь какой-либо лечебный эффект. Вот хочется опять обратиться к нашим данным. В 2005-2006 годах, вот, как я уже говорил, изучалась биопсия сигнального... Регламент, пожалуйста, регламент. Да, заканчивая стражевого лимфатического узла при меланомии кожи, 112 пациентов было включено в исследование, мы их отследили, медианное наблюдение составило 8,7 годов, ну, практически 10 лет, учитывая, да, агрессивность опухоли. Значит, у 4 из 78 больных с негативным лимфатическим узлом в дальнейшем, да, развились метастазы в региональных лимфатических узлах, и, соответственно, то есть, мы изначально получили ложный негативный результат, и, но, тем не менее, точность метода получилась 96,4%. И вот, что хочется продемонстрировать пользу, каким образом биопсия стражевого лимфатического узла. Мы взяли две группы пациентов. Почему именно эти? Потому что, во-первых, они, к сожалению, самые многочисленные в нашем исследовании, ну, и это те ситуации, когда прогноз, в общем-то, неблагоприятный, высок риск дальнейшего развития заболевания. Это пациенты с толщиной опухоли более 4 мм, соответственно, без изъязвления ПТ-4А и с изъязвлением. Значит, и вот то, что мы получили, значит, всем этим пациентам ПТ-4А, Н0М0 изначально, если не, то есть, клинические УЗИ, ПТ-4А, Н0М0. Таких было пациентов 22, всем было выполнено биопсия сигнального лимфатического узла. На этой стадии уже у 41% мы обнаружили микрометастазы, то есть практически у каждого второго. Тем, у кого были эти микрометастазы обнаружены, была выполнена лимфоденоктомия. И дальше вот пациенты находились под наблюдением. В конечном итоге мы видим, что вот в этой группе, которая бы без биопсии стражевого лимфатического узла осталась бы второй Б, но их дообследовав и при необходимости долечив, мы получили общую выживаемость в этой группе на 10% больше, чем если бы мы этого не делали. То есть биопсия стражевого лимфатического узла косвенно влияет на общую выживаемость пациентов. То же самое, но похожую картину, точнее, мы получили в группе ПТ-4Б 0,0, но здесь немножко результаты не такие красивые. Здесь разница получилась, ну вот, 6%. То есть сама по себе биопсия, она, естественно, лечебным эффектом не обладает. Но эти цифры подтверждают очевидный факт, что чем тщательнее тщательнее обследован пациент, чем более индивидуализировано лечение, тем результаты лечения будут лучше. Ну и последнее, что хочется сказать, то что есть мнение, что это дорого. Ну вот я привел пример, да, то есть когда пациентам как раз-таки с 2-й Б и 2-й С стадии предлагается проводить адювантную терапию, разные схемы, достаточно условные, приблизительные цифры, но тем не менее мы видим, что год адювантной терапии от 200 до 300 тысяч. Биопсия сторожевого лимфатического узла плюс лимфоденоктомия, это уже все включено, 52 тысячи. То есть, а результаты, в общем, на мой взгляд, ну, похожи во всяком случае, потому что здесь мы уже можем говорить уверенно через такой период, 8,7 лет, что действительно произошло увеличение общей выживаемости в результате адекватного лечения. Поэтому, если с этой точки зрения посмотреть, то это мало того, что методика эффективная, полезная, но она еще и дешевая по сравнению с возможными методами лечения. Поэтому, но тем не менее, тем не менее, она ни в коем случае не отменяет адювантного лечения. И если мы к тем результатам, которые мы достигнем адекватным хирургическим лечением, добавим еще эффекты от адювантного лечения, то это будет очередной, ну, небольшая может быть, но тем не менее, победа над меланомой кожей. Всего за внимание. Максим Вячеславович, скажите, пожалуйста, сколько больных вот вы, 112 всего было, да, или все-таки больше? Это первый вопрос. Второй вопрос. Значит, вы говорите о 10-летней выживаемости, там показатель на 10-15, на 5-15 процентов. А сколько больных отслежено в 10 лет? Ну, вы говорите, пишите 112 и третье. Значит, сейчас применяйте эту методику или нет? И четвертый вопрос. В чем вы видите проблемы применения вот этой методики широко? Потому что все-таки радиоизотопные исследования не очень-то в рутинной практике прививаются. В силу разных причин. Я говорю вот сейчас о сторожевых лимфатических узлах при раке молочной железы. Мы сейчас поднимаем вопрос вот при меланом. На 4 вопроса. Спасибо большое за вопрос. Значит, за вопросы. Ну, первое, ну, собственно, это была моя кандидатская. Поэтому и тогда было включено больше, безусловно, пациентов. Их 134. Но те, кто вот не вошли вот в данный доклад, они в течение этих 8,7-х года, к сожалению, умерли от естественных причин. Вот это та группа пациентов, которые сильно были пожилые, они без прогрессирования умерли. Они от сопутствующей патологии. Поэтому я их просто сюда не включил. Ну, как бы, дабы... Это первое. В итоге, вот кого на сегодняшний день удалось отследить, то есть те, кто не прогрессирует и до сих пор здравствует, те здравствуют. А те, кто не здравствует, те умерли именно от прогрессирования заболевания. Вот таких вот получилось 112. На сегодняшний день это и на второй, и на третий вопрос. Рутинно мы, к сожалению, эту методику у себя не применяем. Почему? Потому что вот для... Мы пробовали экспериментировать с другими радиофармпрепаратами, но результаты получаются значительно хуже. То есть для того, чтобы действительно очень корректно сделать вот эту биопсию, найти сторожевой лимфатический узел, именно вот, что он является сторожевым, его выделить, нам нужны определенные характеристики вот этого коллоида, радиофармпрепарата. Это коллоид, имеющий диаметр частиц более 100 нанометров. За счет этого он не попадает в кровяное русло, а попадает уже в лимфоген. И при этом он имеет определенную скорость распространения, то есть более-менее такую контрастную картину можно получить. Так вот, те коллоиды, которые можно применять для этой процедуры, они, к сожалению, в стране не сертифицированы. То есть на этапе работы, ну, их там закупали в каких-то небольших количествах, 112 это не так много в течение полутора лет. А когда это стало таким вот уже вопросом рутинного использования, возник вопрос вот такие вот сертификации препарата, это до сих пор нет. Но этим особо нет. Я думаю, что если этим заниматься, то в конечном итоге их можно сертифицировать. Другое дело, что мне неизвестно, чтобы этим кто-то занимался, поскольку нет интереса. Собственно, это вот первая и может быть даже основная причина, которая тормозит развитие данной методики в нашей стране. Плюс инертность, ну, это, скажем так, трудоемко. Это недорого, но это трудоемко. Это нужно с больным провести два дня, по сути дела. То есть первый день вот вся эта лимфосинтеграфия, отвести, привести, уколоть. Уколоть правильно, потому что если препарат вводится под кожу, то его нужно уколоть внутри кожу. Если под кожу, то там картина более размазана, то есть есть нюансы технические. То есть этим всем нужно заниматься, а куда как проще красиво иссечь, сказать, все, я тебя все удалил, иди. Ну вот, на мой взгляд, тоже. Во всяком случае, я с этим сталкивался. Зачем мы этим будем заниматься? Пожалуйста, у нас регламент, вы уже выбились. Лев Вадимович, пожалуйста. Вы старались делать синхронные или метахронные делали ваши процедуры? Всегда? Да. Второй вопрос. Вам известно исследование европейских крестьян вводит по диагностике другого характера, это значит ультразвуковая диагностика с трудоябольной биопсией вместо удаления синхронного методического ума? Безусловно, известно, но мы сейчас, как говорим, используем этой методики для выявления отдельно лежащих клеток или скоплений клеток диаметром менее 1,1 мм. Как возможно пропунктировать это изменение под контролем МУЗИ с помощью иглы, я технически себе не представляю. Пожалуйста, еще один вопрос. Разрешите, вы утверждаете или не утверждаете, что гистологические методы исследования с помощью гистологического метода нельзя выявить микрометастазы, а обязательно нужен более дорогой метод иммуногистохимии. Утверждаете или нет? А вот я имею экспериментальный опыт, что мы микрометастазы гистологически можем совершенно спокойно, очень маленького диаметра. Если надо, мы научим. Это нужно делать серийные срезы, там, 10-15. Не факт, что это будет дешевле. Это очень тяжело по сравнению с иммуногистохимией. На порядок. Две реакции, 1600. Спасибо большое.